Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Донье КБ, которой вселенная сделала серьезное предупреждение. Донья КБ вчера попала в больницу по причине серьезного головокружения. Ах, как кружится голова, как голова кружится. Донье поплохело, у Доньи сильно закружилась голова и Донью увезли в приемный покой. Это предупреждение от вселенной. Это уже не красный флажок, а красное знамя. Это не колокольчик, а колокол, который должен пробудить нашу Донью, встряхнуть ее и заставить ее понять и осознать, что нужно менять образ жизни, что это безмерное обжорство на постоянной основе, плюс беспорядочное употребление очень крепкого густого кофе-эспрессо утром, днем и вечером. Все это неминуемо должно было привести к такому плачевному результату. Донья, как бы она ни хорохорилась, уже не молода и в определенном возрасте нужно. По возможности придерживаться хоть какого-нибудь распорядка дня, следовать какому-нибудь режиму. А Донья, как бы не дрыхнет до трех часов утра, потом просыпается поздно, раскачивается, начинает пить кофе и вот вам результат налицо. Отсутствие какого-либо режима, неограниченное поглощение пищи, то есть обжорство, ну и естественно кофе, кофе, кофе. Чего можно было еще от такого режима в кавычках ожидать? Донья, попав в лечебницу, тут же выложила фотографию в сообществе. Возлежит она, конечно, в белых подушках, на белых простынях, в больничном халатике. При макияже волосы аккуратно разложены на подушке и прелестно обрамляют ее милое личико. Что вчера конкретно произошло, мы не знаем. Донья по этому поводу не распространялась, но мы знаем, что вчера Донья на работу не собиралась идти. У Донни вчера был очередной выходной, Донья все еще отходит от круиза и вчера же она хотела наконец-таки отправить посылку с вещичками, которые она прикупила для внучка, вещи для ребенка от трех до шести месяцев и, конечно, время уже поджимало. Тряпки эти провалялись и наконец-таки Донья спохватилась после очередного круиза, что нужно, нужно бежать на почту отправлять, потому что к тому времени, когда посылка наконец-таки дойдет до Москвы, внучку, наверное, уже будет больше, чем три месяца. И есть риск того, что пока бабушка доедет до почты, внучок уже перерастет эти вещи. Поэтому Донья вчера спохватилась, нужно срочно бежать на почту. Но не знаю, закружилась ли у нее голова до почты или после почты. Возможно, эти вещи для внучка так и проваляются в каком-нибудь пакете и так и сгниют и испреют, как многие вещи самой Доньи. Но вы знаете, вся эта ситуация нам говорит о чем? О том, что мы с вами уже когда-то обсуждали. Нужна ли женщине одинокой в определенном возрасте заначка, НЗ, в общем, какая-то подушка безопасности на всякий непредвиденный случай. Мы ведь с вами прекрасно понимаем, что наша Донья КБ, помимо всего прочего, попала еще на деньги. Несмотря на то, что у Доньи есть сейчас страховка с ее собственных слов, причем эта страховка не от школы, а частная страховка, за которую она сама платит, Донье в случае чего нужно вывалить из кармана 1500 долларов. По-моему, если не больше. Ну, примерно в районе этой суммы. А это значит, что Донья снова попала на деньги. А у Доньи нет заначки. На одном из своих прямых эфиров Донья разорялась и доказывала нам всем то, что заначки вообще не нужны. Деньги нужно тратить. Самое ужасное, что Донья может предположить и представить, так это деньги, которые просто лежат в банке. Самое главное, говорит Донья, тратить эти деньги на себя, на свои удовольствия, что она Донья с удовольствием делает, потому как не страдает синдромом отложенной жизни. Да, Донья нам своим примером показывает, что Кондратьевас может хватить в любой момент. Но в то же время можно попасть и на деньги, загремев, например, в клинику. А у Доньи нет заначки. Ну, как нет? У Доньи денег много. Мила прислала ей большие суммы, но Донья уже распределила эту сумму, разделив ее на две части. Одна стопочка долларов в конверте идет на Марокко, вторая стопочка из долларов идет на Баку. А больше денег нету, поэтому Мила должна подсуетиться. Мила должна помочь Доне Кабе расплатиться с клиникой, в которую она загремела. Вот вам к вопросу о необходимости иметь хотя бы какую-то сумму в банке. Донья-то ведет себя как молодуха, думает, что ей море по колено, и что она еще ого-го, и зачем вообще держать эти деньги, нужно все спускать на свои удовольствия. Но Донья забывает, что в ее возрасте, в 60+, уже нужно думать о том, что ты в любой момент можешь загреметь в больницу, что ты не бык и не конь, что ты женщина, и все равно здоровье может подкоситься в любой момент. Тем более, когда ты, конкретно Донья Кабе, ведешь такой беспорядочный образ жизни. Бесконечные скитания, бесконечные какие-то разъезды, бесконечный фастфуд, жрачка, бесконечная охота за кофе, как за каким-то допингом. Ну и вот вам, пожалуйста, новая ситуация у нас складывается. Доне срочно нужна материальная помощь. Почему? Да потому что Донья не сможет работать. После того, что произошло, после того, как Донья загремела в больницу, она не сможет работать. Конечно, ее там на ночь не оставили, никто вас из-за головокружения нигде не оставит. Но дело в том, что Донья-то ведь теперь не сможет работать, теперь не сможет ходить в школу, а вдруг она там рухнет где-нибудь, закружится у нее снова голова. Естественно, Донья осталась без работы. Мила должна подсуетиться. Мила обязательно должна перевести какую-нибудь значимую сумму, чтобы поддержать свою подопечную. Мила, кстати говоря, совсем уж разошлась. Активничает под каналами не у обзорщиков, а у карикатуристов, папарацци, мимо крокодила, покерфейс и так далее. Такая активность так называемой Миллы вызывает очень много вопросов у наблюдателей. Там, кстати, у Миллы претензии появились к каналу «Мимо крокодила», которая выпустила видео про Миллу. Нарисовав Миллу, основываясь на каких-то собственных представлениях, Милле этот образ не понравился. И Мила сказала шаржистке, мол, если бы ты меня нарисовала так, как надо, да ты бы до конца дней своих больше не работала, я бы тебя озолотила. Но, к сожалению, Миллу никто пока не видел. Поэтому ожидать, что кроки нарисует Миллу так, как Мила на самом деле выглядит, это глупо. Нужно было, наверное, кроки договориться с Миллой, сказав той, что вот доживем до мая. В мае ты, Мила, выйдешь на наши экраны, покажешь себя, ответишь на все наши вопросы, кроки напишут тебя с натуры, и уже тогда жди правдоподобных образов, которые соответствуют действительности. А что сейчас придираться к рисункам? Не те морщины, не тот нос. К чему такая зацикленность на своей внешности, когда у нас вокруг вон что творится. Донья рухнула посреди улицы из-за головокружения, и теперь ей нужна помощь. Ну, по поводу материальной помощи я не беспокоюсь. Тут у нас есть Мила. Она, естественно, отзовется и возьмет шефство на Донье. Но ведь помимо материальной помощи за Донье сейчас нужно ухаживать. Помните, как Донья хорохорилась и отбивалась, и отмахивалась от любого намека на то, что рано или поздно за ней нужно будет ухаживать. Ей нужно будет подносить стакан воды. Ее нужно будет кормить из ложечки. Из-под нее нужно будет выносить утку, и ее нужно будет обтирать влажной тряпкой. Донья отнекивалась, кипятилась, ругалась, бесилась. И вот тот час настал. Донья лежит без движения, и ей сейчас нужна будет помощь. Кто придет Донье на помощь? Молодой муж далеко. Да, он обещал. Он обещал, что он Донью будет выхаживать и дохаживать до последнего. Но молодой муж пока далеко. Но слава богу, у нашей Доньи есть подружки-медики. Есть Яночка, которой Донья сейчас прям признается в любви и поет дифирамбы. И Яночка восхваляет Донью. Есть в конце концов Софье. Она ухаживает за стариками. Почему бы не поухаживать и за Доньей? Это как раз ее профиль. Но Софье почему-то наотрез отказывается ездить в гости к Донье Кабе. В лучшие-то времена она не ездила, а тут теперь у нас лежит без движения Донье. Как говорится, друг познается в беде. Посмотрим, кто первый примчится на помощь Донье. У нас есть еще, правда, Марина Нова. Вот Марина Нова единственная, которая себя проявила. Да, я знаю, Марина Нова там про меня наговорила снова. Я даже толком не слушал, хотя мне пишут. Ответочка, ответочка. Где ваша ответочка? Какая ответочка? Все, что по Марине Новой я хотел сказать, я сказал. Все, что я захочу о ней когда-то сказать, я скажу. Но вот в данном конкретном случае я хочу подчеркнуть, что Марина Нова единственная, которая в свое время проявила себя по отношению к Донье Кабе. Да, Донья Кабе ей там платила и за Uber накидывала там ей чаевые и отдавала продукты. И даже вроде предлагала ключ от квартиры, где деньги не лежат, но тем не менее, где можно было тоже поселиться и пожить и так далее. Но Марина гордая, Марине подачки не нужны, поэтому она от всего отказалась, взяла только деньги. Тем не менее, в свое время, когда Донье очень нужна была помощь, Донья была как без ног, без рук. После поломки машины и только Марина Нова, бросив все, взяв сына в подмышку, примчалась на помощь к Донье. Везде Донью возила, они заезжали в пиццерию. Все это мы уже сто раз слышали. Но в свете всего происходящего за последние недели, в свете текущих событий, Донья Кабе и Марина Нова еще больше сплотились на фоне донатов от Милы. И теперь они снова дружат в засосы. Донья даже послала через PayPal донат в 100 долларов. Короче говоря, девушки снова сдружились. И, возможно, Марина Нова, поскольку она тоже сейчас стремится к тому, чтобы стать медсестрой, сестрой милосердия, смилостивиться над Доньей и примчиться к ней, и поможет ей. Хотя, если честно, я сейчас даже не помню, где живет Марина конкретно, тоже что ли где-то под Майами. Нет, мама Галя под Майами, да? В общем, я не знаю, я уже совсем запутался с нашими этими флоридскими грациями. В общем, короче говоря, возможно, Марина все бросит и примчится к Донье Кабе за тем, чтобы за нею ухаживать. Донье Кабе сейчас как никогда нужен уход. Вот она, старость, нерадость. Все мы там когда-нибудь будем. Как бы мы ни смеялись, как бы мы ни ругались, тем не менее, никто от этого не застрахован. Чем старше мы становимся, тем больше вероятность, что нам когда-нибудь понадобится помощь. Ну, не у всех есть молодые мужья и супруги, как у Доньи Кабе, которые готовы дохаживать своих престарелых жен до конца. Ну, а если уж продолжать разговор о Марине Нове, о ее планах стать медсестрой, тут, конечно, ей четко и ясно и по пунктам ответила Люда из Нью-Йорка. Марина по наивности своей думала, что по старой традиции она в силу своей хабалистости сможет и Люду под себя подмять. Но не тут-то было. Люда ей ответила четко и ясно. Если ты не заткнешься. Если ты не перестанешь меня трогать, тебе пусто будет. Помяни мое слово. Все, говорит Люда, кто когда-либо на меня наезжал и катил на меня бочку, у них у всех все пошло не так, жизнь пошла под откос. Их наказали за меня, говорит Люда, высшие силы. Надо сказать, что в своих нападках Марина действительно пыталась навести тень на плетень. Было ясно, что она не смотрела канал Люды из Нью-Йорка. Я смотрел этот канал достаточно внимательно. Причем не как обзорщик, а просто как зритель независимый. Потому что на Люду в свое время я вышел не как обзорщик, а просто потому что искал кое-какую информацию. И я подсел на ее видео. И я смотрел видео про покупку квартиры. В общем, про социальное жилье, про которое она рассказывала в комментариях, по-моему. И, естественно, мы все знаем, кто смотрит канал Люды, что мама никогда не жила в социальном жилье. Люда просто платила за квартиру, за пустую. Которое им досталось как социальное жилье. Но мама всегда жила с Людой. Ну и вообще очень много неточностей было. Сейчас речь не об этом. Единственное, что меня, конечно, поразили, комментарии негативные под ответным видео Люды. Поклонницы Марины Новой набежали. Стали всячески Люду уничижать. Да вы своего мальчика везде водите. Мальчиком занимаетесь этим, хвалитесь. Потому что у вас мальчик проблемный, им нужно заниматься. У Марины мальчик не проблемный. В общем, короче говоря, началась вот эта вот вся возня. Я даже не буду сейчас это комментировать. Но факт остается фактом. Люда очень четко и по пунктам ясно дала отпор Марине Новой. Я не думаю, что Марина еще раз полезет на рожон. Но вот такие у нас сегодня не особо радужные новости из Флориды. Донья наша слегла и теперь восстанавливается. Может, все-таки найдет силы в себе, чтобы выйти сегодня на прямой эфир и с нами пообщаться, рассказав, что же произошло. Возможно, подружки ее, благеруни, мчатся сейчас к ней на помощь, чтобы за ней ухаживать, подносить ей еду, уносить. В общем, посмотрим, что да как. Наверняка Донья выйдет в прямой эфир и расскажет нам о том, как переживает ее молодой муж. Если раньше он ей звонил каждые пять минут, то теперь, наверное, просто 24 часа в сутки они на связи, вообще не выключая телефон. Общаются в режиме реального времени. Тем более, что Донья уже заплатила ему неустойку. Селимон тоже уже может не работать, а также просто лежать на диване 24 часа в сутки и только общаться со своей Доней. Вот такие пироги. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему произошедшему, по всему вышесказанному, пожалуйста, пишите, делитесь. Я всегда с превеликим удовольствием читаю все ваши комментарии. Благодарю всех, кто подписался на мой канал, кто поставил лайки. Мне очень приятно. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.